Имеется в наличии вот такой алюминиевый кругляк, D16T, диаметром 50 мм. К сожалению, зажать эту заготовку в кулаки токарного патрона не представляется возможным. Патрончик у меня маленький на токарном станке. В этой связи ищем центр и зажмем между центрами. Для нахождения центра воспользуемся самодельным инструментом. Эх, сколько же негатива я ощутил под видео об изготовлении этой самоделки. Просто страшно вспомнить. Шучу, конечно. Страшно. Чхать я хотел. Вот так. Здесь выставлено 25 мм. И еще раз. Пересечение линий и образует центр. Вот здесь. Вообще, открою вам маленький секрет. Самодельным инструментом порой работать гораздо приятнее и эффективнее, нежели промышленным. Коть! 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 Зажал заготовку, значит. Здесь вращающийся центр. Здесь центровочное сверло. По-другому никак. Вот. Протачиваю понемногу. Снимаю буквально по десятке. Поскольку есть риск проворота. По чуть-чуть, не спеша. Есть такое дело. В итоге 38 мм. Перевернул заготовку и сверлю отверстие. Но не насквозь, а примерно до вот этой вот грани. Следующая операция. Необходимо расточить. И все бы хорошо, но поперечная подача выдвинута максимально. А резец не достает. Если бы еще хотя бы миллиметров 6, а еще лучше 10. Но такой возможности нет. Что же делать, спросите вы. А хрен его знает, отвечу я вам. Ничего, сейчас что-то придумаем. Смекалка в помощь. Так сказать. Выход найден. Пластина, удлинитель резцедержателя. Патент. Готовый патент. Все. Оформляю и буду миллионером. В данном отрезке выполним конус. Выставил суппорт и точу. Понемножечку. Немного ручного труда на пинничке. С помощью пенсила, а также штангенциркуля разделяем на три части. Соответственно, согласно разметке выполняю канавку. Выполняю вручную. Ру-ця-ми. Ру-ця-ми. Станочек маленький, жесткости не очень много. Поэтому, если включить двигатель, боюсь, что разорвет суппорт на мелкие кусочки. Руками, руками. Вырабатывает терпение. Такие хорошие характеристики для человека. Нужные. Вот он результат. Можно лицезреть. Уже на гранату чем-то похоже. Следующее, что нам необходимо. А нам необходимо разделить на восемь частей. Фрезерую на сверлильном станке. Ключ поверни и полетели. Как пел класс. Готово. Фух. Целый день. Хотите верьте, хотите нет. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот. Уже поздний вечерочек. Целый день. Целый день. Там. Целый в панице. Целый день. Целый день. Целый день. Целый день. Сца inquiry Next. Из того, что требует дополнительных комментариев, было просверлено отверстие, был профрезерован паз и был установлен болт, сквозной болт, то есть болт с отверстием, имеющий резьбу М12 внутреннюю. Немного я считаю украшательств, если у меня ярлык, необходимо отрезать. Так, 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 уп, 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 вот так. Дальше коробка. На всякий случай, газетенку одного известного пса. Вот так. Электронагревательный прибор. Испорченный. И только на раз, два, три. Ой, страшно мне. Хрен. Попытка номер два. Мне необходим исключительно вот этот вот отрезочек. Следовательно, сбор машина, алмазная насадка и вперед. А не окунуться ли нам в детство? Пластилин. Вот это штемп классный. Смешной. Возьмем, наверное, красный. Потому что красный, то любовь. И вот такой вот какашоночкой закрываем. Немного суперклея, а после него прозрачной эпоксидной смолы. Без флотской символики никак. И снова пластилин в действии. А красный, то любовь. Опять. Опять же, эпоксидная смола спешит на помощь. Все благополучно подсохло. Хорошо. Сделаем нижнюю крышку. Отрезок фольгированного стеклотекстолита. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Главное, лишнего не срезать. А то будет плохо. Придется, а будет переделывать. Выполнил, что называется, дедовским способом дорожки. То есть, просто прорезал ножом. И даже припаял светодиод. Сверхяркий. И в отверстие его устанавливаю. Для фиксации использую резиновый клей. Установил, с вашего позволения сказать, печатную плату в корпус. Стремненько немножко, но этого видно не будет. А видно будет вот такую вот крышку. Текстолит. Выточил симпатично. Здесь будет установлена кнопка. Конечно же, по-хорошему, хорошо было бы маленькую макетную платку. И эту кнопку на ней зафиксировать. А эту уже платку макетную здесь как-то закрепить. Но места очень мало. Не влезет никак. Поэтому придется на двухкомпонентный клей. Здесь главное не переборщить, поскольку кнопка может приклеиться и все. Ну, сам толкатель кнопки. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Парочку проводов и канифоль. 20 гривен купил буквально на днях. Ты шо так гнать, как говорят у нас на районе. Но не может канифоль столько стоить. Особенно, учитывая ее количество. Зато советская. Классная. Букет сиреней прямо. Есть такое дело. Необходимо выточить сюда так же колечко, так же из текстолита. Сэр, я сэр. Крепление будет осуществляться посредством винтов М4. Соответственно, нарезаю резьбу М4. Стандартный шаг. Смазку никакую не использую. При нарезании резьбы в алюминии это не обязательно. А кроме этого, изготовил так называемую спусковую скобу. Вот так она сюда... Опа! Как только мог, оттягивал этот момент. Но он неминуем. Необходимо очистить пластилин. Блин! Страшное занятие. Я теперь понимаю, почему в моем далеком детстве мама ругалась, когда я пластилином табуретки обклеивал. Потому что его очищать очень тяжело. Ну, не очень тяжело, но муторно. Муторное дело. Ну, а что сделаешь? Все непременно. Пишите в комментариях, может, кто подскажет действием и способ удаления этого материала. Я в интернете смотрел, в основном феном греют. И тогда он отходит. Но фена, во-первых, у меня нет. А во-вторых, ну, чего-то мне не по душе. Феном еще перегреть риск большой. Буду вручную как-то. Полируем. Главный секрет полировки алюминия. Это не очень большие обороты. Побольше пасты. И как можно меньший прижим. Лучше дольше, больше времени потратить. Но поменьше прижимать. Поскольку, если сильно прижимать, какой бы диск мягкий не был, он алюминий выедает. Ред естественно. Завершил полировку. Смотрится превосходно. Жаль, что не сталь. Алюминий полируется хорошо, конечно. Но, к сожалению, этой полировки надолго не хватает. Окисляется, знаете ли. Конечно, лучше было бы алюминиевые винты или стальные. Но, латунь тоже неплохо. Еще и квадратики. Классно. Такой псевдоспусковой рычаг. Отсек с батарейками. И закрываем крышку. Проверим фонаридзе. Достаточно ярко. Хорошо. Граната будет не граната, без псевдозапала. Сейчас мы его изготовим. Шматочек алюминия. Просверлим отверстие. И произведем ряд дополнительных токарных мероприятий. Вот так вот. Опять пришла. Хорошая, хорошая. Почему не по уставу одета? Почему дубленка не уставная? Бегом. Быстро переодеваться. Собственно, последнее, что предстоит изготовить, это чеку. Вот такое кольцо у меня есть. Это отрезок от пружины. И нужно как-то сочленить его. Обтачиваю заготовку до диаметра 4,94 с целью нарезания резьбы М5. Заготовку до диаметра 5,94 с целью нарезания резьбы М5. То, что нужно. Конечно, можно было бы сделать, чтобы кольцо было зафиксировано вот в таком положении. Но впоследствии это будет неудобно. Гораздо удобнее мне будет. Если кольцо можно будет сюда, сюда. С помощью винта М5 закрепляю верхнюю гайку. В еще один элемент псевдозапала устанавливаем кисточку. Фиксация осуществляется с помощью двухкомпонентного клея. Слегка подстрижем. Сильно длинное. Понемножечку. Продам волосы. Недорого. Хотя это не волосы. Я забыл сказать. Кисточка из искусственного волокна. Дальше это вкручивается вот сюда. Ключ. Ключ на 12. Вот так. Сам же псевдозапал аккурат вкручивается. В псевдогранату. Или псевдокорпус. Можно называть. Как душе угодно. По-моему получилось прикольно. Правда? И похоже действительно на гранату. Ну. Если бы еще зеленым цветом. Произведем заправку. Нет. Не тротилом. Тротил достать не удалось. Масло машинное. Повышенной чистоты. Влезло 3,5 шприца масла. Я думаю целевое предназначение ясно всем. Допустим нарезаю я резьбу. Раз. Чик-чик-чик. Маслицем подмазал. За дно и удалил стружку. Назад. Если нужно допустим чтобы кисть была. Более пропитана маслом. Можно встряхнуть. Встряхнуть. Тогда кисть будет пропитана маслом гораздо больше. Это удобно я думаю при токарных работах. Если допустим работы много. Запал. Ну назовем его так. Можно не вкручивать. Вот так просто. Раз. Оставил и все. Закручивание. Производится только. Если работа окончена. Когда точнее работа окончена. В то же самое время. С целью обеспечения контроля уровня масла. В гранате. Предусмотрено окошко с подсветкой. Всегда видно. Камера не передаст к сожалению. Но поверьте мне на слово. Резь. И оно видно сколько здесь масла осталось. Удобно я считаю. Столь изощренная конструкторская идея. Посетила меня вследствие одного очень интересного вопроса. Который мучал и мучает меня уже достаточно длительное время. Вопрос звучит следующим образом. Есть ли у подводников и или моряков на вооружении гранаты? Я перерыл весь интернет. Ответа не нашел. Что-то мне подсказывает, что нет. У них такого оружия на вооружении. Обязательно пишите свое мнение. Будем думать всей общественностью. Кстати, теперь я могу поспорить с Ирием Александровичем. У кого круче масленка. Хе-хе-хе-хе. Ну а я вам говорю до свидания. До новых встреч. Жму руку. Но пасаран.